Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Подобные жизнерадостные лозунги можно увидеть рядом с изображением листа конопли. Ценителей подобного юмора можно узнать по одежде и аксессуарам с изображением конопляного пятилистника. Для многих из них это просто способ выделиться из толпы. Но есть люди, которые воспринимают это изображение как призыв к действию и считают, что оно формирует толерантное отношение к наркотическому веществу. Красивые лепестки, пять лепестков, это что-то связанное с экологией, очевидно. С охраной края, я так думаю. Похоже на коноплю. Это пальма изображена. Конопля. Так на вопрос, что означает изображенный листок, отвечали люди на улице. Старшее поколение рисунку значения не придает. А вот молодежь знает, что это такое. И хорошего в этом мало, утверждают психологи. Однозначно изображение какого-то предмета, это всегда есть символы, мы всегда говорим. Это является, конечно, и пропагандой, и подтверждением того, что это существует, и мы это принимаем. Если реклама идет по телевидению, ведь она к чему-то призывает что-то купить, что-то посмотреть, где-то приобрести. А если мы видим лист конопли или растение конопли, что мы говорим? Что это уже приемлемо. Что мы уже можем употреблять, допустим, те же наркотические вещества. В молодежных магазинах аксессуаров с коноплей прут пруди. И ничего зазорного в этом продавцы не видят. Основные их клиенты – подростки. Реализаторы утверждают, далеко не всегда такие украшения предпочитают любители наркотических веществ. Часто это просто дань определенному стилю и настроению. Есть некоторые аксессуары, которые просто интересные, они симпатичные и подходят под этот или иной гардероб того или иного человека. А судить, что если он носит такой лист и он наркоман, это глупость. А вот в России глупостью это не считают. Там изображение конопляного листа официально признали содействием незаконному обороту наркотических средств. Украина в этом плане гораздо толерантнее. К ответственности, я еще раз подчеркиваю, за то, что человек будет носить майку или браслет какой-то, или значок, или кулон, где будет изображен лист конопли, ответственности такой не наступит. В законодательстве это не найдет своего отражения. Пропаганда это или дань моде, каждый вправе решать сам. Но в качестве информации к размышлению в наркодиспансерах называют цифры. Только официально в области насчитывается около 10 тысяч наркозависимых людей. Большая часть это подростки и молодежь. Александра Христенко, Андрей Горожа, Алексей Логвин, Панорама.